90-летие со дня рождения маэстро люди, так или иначе причастные к этой дате, отмечают с некоторым чувством удовлетворения. К этому юбилею Арнольда Катца наконец-то осуществилась его мечта. В городе построили большой концертный зал, дом для детища дирижера симфонического оркестра. На прошлый юбилей об этом только мечтали. В 2009-м также открывали памятные доски, делились воспоминаниями и только рассматривали картинки с предполагаемыми фасадами нового здания. К 90-летию уже в нем открыли мемориальную доску, причем не новую, а ту, что раньше установили в камерном зале филармонии. Конечно, просто было сделать новую доску, но нам показалось, что та, которая была уже в камерном зале филармонии, к которой уже привыкли, которая была первым таким вот эмоциональным подарком, эмоциональной памятью у Арнольда Михайловича, она очень хорошо, мне кажется, продолжает вот эту моральную атмосферу воспоминаний и памяти о нем. В торжествах, посвященных юбилею маэстро, принимают участие члены его семьи и те, кто работал с ним. Эти люди помогли сделать экспозицию, которая разместилась в фойе государственного концертного зала. В ней и раритетные снимки, и личные вещи маэстро. Дирижерская палочка, часы, галстук, подарки, которые делали ученики, награды. Представлен и рояль Арнольда Катца. На нем ноты пятой симфонии Чайковского и одна запавшая клавиша. На инструменте будто бы только что кто-то играл. Это рояль марки Беккер, Санкт-Петербург, 1912 год. Он принадлежал лично Арнольду Михайловичу Катцу, он играл на нем. И далее, после этой экспозиции, он переместится в музей. Открытие музея маэстро изначально запланировано было приурочить к круглой дате, но специалисты решили насытить его современными выставочными технологиями. Так что заработает музей уже в ходе юбилейного сезона, а фотографии и артефакты из фойе станут ядром новой экспозиции. Кульминацией юбилейных торжеств станет концерт главного детища Арнольда Михайловича, Новосибирского симфонического оркестра. Причем будет он уникальным. В один вечер за пультом побывают Гинтера Саренкявичус, Фабио Мастранжево и Томас Зандерлинг, главные дирижеры коллектива, которые после кончины Катца не понизили планку и сохранили оркестр в числе лучших в стране. На вечере будет присутствовать и семья маэстро. Он был в свою музыку, чем он занимался всю жизнь. И все остальное. Приходят с репетиции, разговоры только о музыке, звонки, телефонные. Причем у нас в доме телефон никогда не выключался ни днем, ни ночью. И позвонить нам могли когда угодно. Когда угодно. Если кому-то что-то было нужно, в любое время суток он бы бежал на помощь. Это всегда было так. И я не возражала, потому что я понимала, что это его сущность. Он не мог не помогать. Мероприятия, связанные с круглой датой, сейчас проходят одно за другим. Во вторник вечером также открыли памятную доску в консерватории. Там прошел концерт, посвященный памяти маэстро. Но уже в среду в художественном музее открывают выставку детского рисунка. Также связанную с именем Арнольда Катца. Алексей Кудинов, Павел Мирошников, телестанция «Мир».